ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Обычный макушатник от Селект, два крючка я всадил именно в саму макуху, в брикетик. Остальные два крючка смонтированы под волос, всего их четыре. И на волосе у меня такой вот лист камыша. Ребят, совсем не знаю, как она сработает, но мне кажется, попробовать стоит. Всего у меня таких четыре оснастки. Сейчас мы их расставим по кромке камыша и сядем просто кайфовать на удочку. Ну и, естественно, при поклевке будем реагировать. Имею несколько обновок. Взял себе недавно вот такой вот ящик от Селекта, потому что мой Акватэч разлетелся в пух и прах. Здесь защелка как-то более надежно реализована. Заехал, купил себе садочек, такой обычный простой садок за 50 гривен. Ну и, наконец-то, поменял себе сетку на подсаке. Новенькая теперь, без дырок, без латок. Готова принимать трофейную рыбу. Давайте замешаемся. Если речь идет у нас о белом амуре, то, мне кажется, самое лучшее это фишдрим толстолобик амур. Три рыбалки я уже отрыбачил с этой прикормкой. Просто бомба. И, как обычно, совсем немножко антарктического крыля. Довольно-таки концентрированная добавка к прикормке. Поэтому полкилограммовой упаковки мне хватает довольно-таки надолго. Сделаем еще такой сигнализатор, на всякий случай. Ну, вроде бы, устаканился. Три бутылки у меня в поле зрения, отсюда я их вижу. Ну, а четвертое, если что, я думаю, мы услышим звон бубенчиков. Теперь можно разматывать удилище. Сегодня буду рыбачить на Бола Классик от Брейн. Пятиметровое, довольно-таки мощное удилище. Кстати, бюджетное, которое стоит копейки. Сегодня я смонтировал это удилище под боковой кивок. И я постараюсь максимум уделить внимание тому, чтобы вы увидели поклевки крупным планом. Полностью забиваю мормышку кукурузой. Мормышка у меня карповая, вольфрам 1-граммовая. Леска, кстати, Sunline Siglon V 0,37-я. Довольно-таки мощная леска. Можно на рапа брать и не переживать за то, что рыба порветная. Всё, ребят, звук выключаю. Тихонечко сидим, ждём подхода крупной рыбы. Хотел на дурака без прикормки попробовать половить. А не, не там-то было. Одна бутылка где-то свалила. Одна вообще не на своём месте. А четвёртая просто где-то, где-то. Капец, нафиг я её поставил за углом. Есть, вон она в камуше фиг знает где. И на этой поклёвка. Похоже, это тоже в камуше запуталось. Да, кто-то там есть. Так, это у нас карась. И причём карась клюнул просто на макушатник. Вставленный крючок был. Он его всосал и самозасёкся. А, бубенчики в воде. Поэтому я их и не услышал. Ну, похоже, никого нет, ребят, потому что бутылка не севелится. Нет, что-то шевелится. Так. Ну, где-то зацепленная за камыш. Ну да, всё, рыбы нет. Или не, нету, не чувствовал. Не, никого нету уже. Всё, ребят, всё понятно. Смотрите. Просто перегрызанный шнур. У меня в прошлом году такое было, когда белый амур перегрызал леску 0,37. Понимаете, у него там где-то в районе глотки есть прям такое не зубая, а такая прям щётка плотная-плотная, которой он, собственно, камыши жует. Видите, просто, просто перегрыз. Но перегрызть нитку, это, конечно, да. Тут именно такая карповая нитка стоит. Сейчас зарядим новый макушатник. Вот у меня как раз есть один запасной. И поставим на него вот такой дорог, собственно, на которой была поклёвка. Да, стопроцентный амур, потому что, ну, перегрызть шнур мог только он. Есть. О, хороший. Есть. О, хороший. Первый пошёл. Вот это да, в дугу. Просто в дугу. Так, а кто это, мне интересно? А-а-а. По-моему, карпуха. Да, карпуха. Хороший карпуша. Не малёк. Так. Слушай, он вообще как-то за боковину щеки зацепился. А-а, за глаз вообще, ё-моё. Как так? Непонятно. С хорошей поклёвкой. Промазал просто. Ребятушки, я заменил сетку на подсаке. Теперь я в полной боеготовности. Ух ты, блин. Чуть не провтыкал и не дал ему идти в камыш. А ну, подходи давай. Есть. Красавчик. Так. Давайте посмотрим, как он клюнул. Ну да, такой. А-ля под полторашный. Карпуха. Видите, где у него мормышка? Чисто в глазу. Может, он слетел с неё, но была она в губе, и бахнула ему потом в глаз. Фиг знает, как оно там произошло. А подсаку можно где-то примастить, чуть не мешало. Первый полетел. Красавец. Есть такое дело. Кукуруза. Здесь в прошлый раз, когда я рыбачил, подошёл карась. Зашёл карась и прям такой тучей. И не давал клевать ни амуру, ни карпу. Я ж сегодня хотел на дурака приехать, кукурузки подкинуть и всё. Типа, чтоб мелочь не налетела. Не фиг там. Вообще ни карася, ничего в принципе не было. Вот как только закормился, немного посидел, пошёл, обновил бутылки, перезарядил. Пришёл. Можно сказать, со старта беру карпика. Ну, так-то лучше. Вот что я вам скажу. Только не это. Только не это. Ну, реально, только не это. Карась, если заходит, это просто капец какой-то начинается. И на горох тоже. Везде сущный карась. Так, шо ж тебе дать такого? На камыш Амур отказывается клевать. Шо ж тебе поднасадить такое, чтоб карась не клевал. Три горошина и всё равно. Ух ты, ух ты, смотри, что творится, ребят. Ой, хорошо, пошла бутылочка. У-у-у, прям при мне пошла. И хорошо, что не в камыш. Аааа, не, я думал остановилась. Так, шо ж делать? Бутылка улетела. Как мы этого карпика определим? Его надо как-то подвязывать сюда. Ну, метров, наверное, тридцать отошла. Прикинь, стала и стоит. Не, кто-то есть. Бутылка идёт. И прикинь, на меня. Гля. Подлодку прям. Шо ж я не понял. Карпуха небольшой. Ааа, он причём просто на макушатник клюнул. И ты видишь, именно по-правильному. Клюнул и крючок вот через жабры хотел. То есть он стоит, смокчет, смокчет. И через жабры выбрасывает всё ненужное. Ты видишь, крючок даже не пробил его. Под жабру так залетел. Сейчас попробуем аккуратненько достать. Годится. Красавчик. Подрастай. Мелкий карпуха, пускай растёт. А где же мурчик? Друзья, где же мур? Одна бутылка уехала в камыш. А, кстати, там кто-то сидит. По типу карася. Только что просто торкнула немножко бутылку. Ну, это даже не маленький карпик. Сейчас посмотрим. И что странно, на волос клюнул. Ребят, вы представляете? Карась клюнул на волос. Я просто в шоке. Вот как такое может быть? Поправляем. Сейчас вот эти крючки в остатки сюда засунем. Ну, клюёт, вы видите. Но амура сегодня нет. Я, в принципе, сегодня ехал за амуром. Видите? Амура нету. Погоду качает. Каждый день до обеда дождь, ветра дуют. Я не знаю, сегодня более или менее безветренно выбрал. Но тоже до обеда нормальную рисовала. После обеда уже дождь. Ну, видите? Затягивает просто капец. Мой скоростной катер Аквамания 220. Вот это да, попал. Вот это я попал. Надо тулить до машины. Сейчас, может, пересижу. Хотя там затягивает что-то, ну, непонятное. Будем надеяться, что ненадолго. Вот это да. Так, надо камеру прятать, потому что капец ей будет, ребят. Десять минут и дождь закончился. Сейчас хочу попробовать в камуше в самом почистить место. Может, амур сегодня в камуше прячется. Что-то совсем-совсем в камыше. Я думал, будет покрупнее. Тут наоборот. Ну, сейчас еще надо поклевку одну дождаться. Посмотреть. Может, просто случайность. Так, ребят, походу здесь то же самое. Крась. На этом водоеме крась вообще сорняковая рыба. Короче, ребят, сегодня по рыбалке все ясно. Погоду качает. То жара, то ливень идет. Но от жары карп, вот только что спрятался в камыш, это явно. Это понятно. Потому что глубина, ну, сантиметров, наверное, и 20. И он вверху стоит и ртом просто вот так вот чулакает. Понимаешь? Я вот пытался опустить ему, предложить опарыша. Он отворачивается и сразу уходит. То есть, ну, он меня даже не видит. Он просто от опарыша отворачивается и уходит. Отсюда вывод. Рыба просто не кушает. Ребятушки, мне посчастливилось попасть сюда, в это здание, где происходит размножение рыбы. Да, или правильно? Как? Инкубация. Инкубация рыбы. Я так понимаю. Ну да, это малек. Не знаю, как вам видно или нет. Камера передает. Вот здесь просто сотни тысяч этих мальков. Это толстолок, правильно? Да. А сколько, вот, к примеру, вот этим малькам по времени? Сколько этим малькам по времени? Крупки. Вообще прозрачные. Карпо-карась? Да. Карп тяжелую? Нет. Вы бы двигать карась, это крупный и тихий там. Круто. Ребят, рыба карпо-карась называется. Вот как раз инкубация. То есть по размеру, как карп, крупная рыба, а оно на самом деле карпо-карась. Какие четыре аналитики, ты знаешь? То есть, ты имеешь в виду, не в виду, не в виду, не в виду, не в виду. Это, ты понимаешь, что шар, москлоп. Двухсуточный толстолок. Так, здесь миллионы. Круто. Сюда было интересно, как оно происходит. А здесь уже более подросшие, да? Всех расчет подпекают, как у себя. Подводу, где-то, где-то. Четыре-пять-двесть, пять-двесть. Четыре-пять-двесть. Активно. Да. Ну да, уже шугается. Класс. Это тоже толстолок? Да. Белый амур это круто. Нет. А по сложности размножения карп белый амур одинаково плюс-минус их разводить? Технология разная, да? Да. Амур это сложно. Кажалее не кубать. Это сложно. Ребят, на сегодня, пожалуй, все. Все полезные ссылки. Это лодки Аквамания, также полезные вещи Аквамания. Также ссылки на снасти, на хорошие проверенные снасти, на которые я рыбачу и лично проверил. Вы всегда можете найти в описании под видео. Также я оставлю в описании контакты этого водоема. Кто захочет порыбачить, приезжайте. Ребят, ну честно, это первый раз, что я так плохо здесь отловился. Кто не видел, посмотрите мои два предыдущих видео. Там просто разрыв. Там и белые амуры, и карпы, и довольно-таки неплохого размера на Болонское удилище, на поплавок, на боковой кивок. Просто иди сюда. Ну, сегодня вот так. Качает погоду. Мне кажется, это всему виной.